Девушки отдыхают 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Это Ларри Гэнс. Кто это Ларри Гэнс? Скажите. Продолжение следует... И это не так. Если вы не скажете права, я не могу выйти из этого. Кто это Ларри Гэнс? Это мой парень. Это М. Брокман. Вы знали Брокман? Это мой парень. Он был в больнице. Он был в больнице. Он был в больнице. Ларри Гэнс. Я встретил Ларри Гэнс. Вы любите Ларри. Я уверен. Я уверен. Я вам объясню. Я вам объясню. Я вам объясню. Мы... Мы... Мы не искали меня. Ни в виду, ни в виду. Ни в виду, ни в виду, ни в виду, ни в виду. Я подумал. Я подумал. Если я был в больнице, это было важно для меня. И что М. Брокман сказал ему. Вы понимаете? Да. Но это не Ларри Гэнс. Он сказал. Вы пытались защитить Ларри. Я... Я вам объясню. Я подумал. Когда М. Брокман сказал Ларри что я был остановлен, я думал... Я думал... Вы думали, что он будет спасать? Гейбрув. Где он может найти Ларри Гэнс? Он у нас в Сен-Сет Boulevard. 1299. Что он делает в жизни? Он особенно актер. Актеры не нужны в городе. Актеры? Он не сказал. Он не сказал. Вы связали с ним? Нет. Нет. Вы и Ларри Гэнс, вы были знакомы с Хектор Бокман. Он был известен для серцелла. И вы не знали, что вы не знали, что это было на машинке. Вы знаете, я учусь. Конечно. Это точно так. Вы не хотите быть Ларри. Она была реальна. И мой роль, мне кажется, вы оставите Ларри. И так, что вы не используете кого-то другого. Это мой работа. И я его работа. Вы понимаете? Я знаю, что вы говорите, и если вы выяснили, что вы выяснили, это не закончится. Не закончится. М. Давенпорт, вы хотите играть? Мы будем играть. И я буду играть. И я буду играть. И я буду играть. И я буду играть. И моя клиентка сделает ее для того, чтобы объяснить почему она выяснилась. И на втором месте, и здесь, вы должны найти Ларри Гэнс, чтобы ему спросить о том, что он говорит о моем клиенте. Что я думаю? Мы берем его. Давайте. Ларри Гэнс, я убедусь. Неоткрибайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Он говорит о немогатой, что я буду пышном с этой рыбе, когда я вылью. И первое, что он говорит о еды, кто хочет, кто он говорит в гостях, он говорит о немогатой бар. Он говорит о бармене, если я вас желаю выехать, я ли я должен был ответ? Круг говорит, да, и все. Большое, он говорит, я видите, что ж, вы видите, я его уважаю? Ха, 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 ха. 車 вареный говорит, что будет вы ensureless тем из них. Это позволяет мне обрабатываться. Я позвонил, чтобы ты будешь реагировать. Я думаю, что это будет хорошо. Я думаю. Я рада тебе, Джесси. Я думаю, что я рада тебе. Я рада тебе, Джесси. Спасибо. Как твоя мать? Я больше не вижу тебя. Но ты не видишь. Ты не видишь? Нет. Ты должен рассказать о твоем брате. Нет. Нет. Я не знаю, что-то новое. Я знаю. Ты знал, что ты знал, Hector Brockman? Он был притер-сургаж. Ты говоришь? Да. Нет. Нет. Мне кажется, вы entendите все еще и есть левица. Они родно. Ну, ваше большинство из них. Ты знаешь, левица не патни. Левица, какая разница, какие разница, левица-левица. Продолжение следует... M. le juge, on demande que l'affaire Barker fasse l'objet d'une audience préliminaire et que le montant de la caution soit fixé à 25 000 dollars. Qu'est-ce qui vous prend ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que cette notification s'adresse à la cour ? Vous permettez que nous nous approchions, M. le juge. M. le juge, j'ai conclu un marché avec M. Henry Davenport. Je crois que M. Davenport se prénomme Joseph. Je vous prie de m'excuser, je pensais que c'était Henry. Il était convenu que ma cliente serait relâchée sans caution et qu'elle reprendrait son travail en attendant qu'on fasse appel à elle pour son témoignage. M. le juge, ces renseignements n'ont abouti à rien. Côté logement, ça n'a rien donné. Ce type est inconnu dans le milieu des comédiens. C'est mensonges et compagnie. On est tombé dans un cul-de-sac. Et nous avons déjà bon nombre de cambriolages. Et un mort. M. le juge, il serait bon de laisser à Mlle Barker suffisamment de temps pour se rappeler la vérité. Maître Stubbs ? Ma cliente ne s'enfuira pas, M. le juge. Elle a de sérieuses attaches dans cette ville, un travail honorable. Elle ne s'est jamais livrée à des actes délictuels dans le passé. Et je tiens à souligner que M. Davenport semblait penser qu'il était inutile de me donner ces informations avant que nous nous présentions devant vous. M. Stubbs, je vais fixer le montant de la caution à 25 000 dollars. Elle n'a aucune chance de pouvoir la payer. La question est là, M. le juge. J'aimerais que nous encourageons Mlle Barker et son avocat à nous fournir davantage d'informations qui pourront nous être utiles. Je vais vous dire ce que vous pouvez en faire de vos informations. Tant qu'elle sera là, vous n'aurez que dalle. Mademoiselle ! Ce qui vient de se passer dans ma salle d'audience, c'est difficile à vous expliquer. Mais je vous en prie ! Je vais vous sortir de là. Ne vous découragez pas. Je veux que vous sachiez que l'inspecteur Wills et moi-même désapprouvons la décision de Davenport de garder Mlle Barker. Mais l'appartement où il avait Larry Gaines appartenait à Hector Brockman. Impossible de mettre la main sur Gaines. Certains voisins se rappellent l'avoir vu il y a quelque temps de ça. Vous avez établi le fait que Gaines existe ? Naturellement. Alors pourquoi a-t-il rechigné sur notre accord, le Davenport ? Vous devez lui être antipathique. Merci pour le compliment. Hé, une minute, voulez-vous que je... Quoi ? Excusez-moi. Vous n'avez pas la cote avec le procureur. Si vous obtenez de votre cliente qu'elle nous aide à trouver Gaines, ça sera très bien vu par contre. En somme, vous baissez les bras. Vous avez fait un petit tour là où vivait Gaines et terminé. Non, si votre cliente nous mettait un peu plus sur la voie, ça aiderait. Pourquoi vous ne vous renseignez pas auprès de Gus Donato ? Que savez-vous sur Gus Donato ? Eh bien, il était l'un des suspects dans l'assassinat de Brockman, c'est ça ? Mais vous ne savez peut-être pas que Brockman est mort. Si, et Donato lui aussi est assassiné. Ça s'est passé vendredi soir. Qu'est-ce qu'il y a eu ? On l'a abattu près d'une cabine téléphonique. Pourquoi vous me parlez de lui ? Donato a été tué parce que vous, les sales flics, vous avez lambiné. Personne n'a lambiné. On fait notre boulot. Ma noiselle Stubbs, si Gus Donato vous a fourni des renseignements qui peuvent nous aider, ça aidera votre cliente, non ? Si vous laissez sortir ma cliente, peut-être que Larry Gaines ira droit vers elle. C'est l'occasion de le coincer, je ne comprends pas comment vous fonctionnez. Oh, c'est fort. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans ? Vous. Non, pas vraiment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous me filtrez ou quoi ? Je veux juste vous parler. J'ai remarqué que vous aviez tendance à considérer tous les flics comme des salauds. Vous devez avoir de bonnes raisons. Mais je crois que si vous en fréquentiez un mois, par exemple, dans la vie de tous les jours, vous verriez que nous sommes... Enfin, que moi, je ne suis pas du tout l'homme que vous vous imaginez. Vous voyez ce que je veux dire ? Entre notre métier et ce que l'on est, il y a parfois une différence. Si vous me suivez encore une fois, je vous fais condamner pour harcèlement. Et rien que pour m'amuser, j'ajouterais pour outrage à la pudeur. Tenez, je crois que c'est à vous. Ça, c'est Larry. Moi et M. Brockman. Parmi les boulots qu'il faisait, il travaillait dans un club de rencontres. Lequel ? C'est un club très connu, le Sphinx Club. Qui a pris cette photo ? Un ami de Larry et de M. Brockman. Il avait un nom bizarre, Chaké ou quelque chose comme ça. Chaké ? Oui. Et son nom entier ? Je ne sais rien, c'est juste Chaké. Ça, c'est le vieux portefeuille de Larry. Je lui en avais offert un. Il gardait cet article de presse. Marie Drennan était charmante dans le rôle de l'ingénue. Stephen Roche et Hilda Dodson étaient remarquables. Et la surprise de la soirée, c'était Lawrence Gaines dans le rôle particulièrement difficile du soupirant. Larry est à nouveau venu dans le cours de théâtre Truman, sans compter qu'il a été également un athlète de haut niveau. Continue comme ça, Larry. Tenez. Merci. Vous avez dit au procureur qu'il était surtout acteur. Il vide son métier ? C'est ce qu'il aimerait. Il est de New York, c'est là qu'il a suivi des cours de théâtre. Il est beau, vous ne trouvez pas. Il pourrait devenir une star. Vous êtes amoureuse de lui. C'était votre premier flirt ? Oui. Si vous l'aimiez, pourquoi vous êtes-vous séparés ? Il m'avait demandé de lui communiquer les noms et les adresses des personnes qui étaient entrées à l'hôpital pour qu'il puisse les envoyer à une compagnie d'assurance qu'il payait pour obtenir ses renseignements. Et je me suis dit que c'était illégal de faire ça. Il ne vous est jamais venu à l'esprit qu'il voulait peut-être ses noms pour les passer à Hector Brockman et que Hector se serait arrangé pour que ces gens soient cambriolés ? Je n'en ai aucune idée. Mais je sais que Larry tenait à moi. Oh, vous savez, on faisait des tas de choses ensemble. Oui, c'est vrai, quelquefois on allait au cinéma. On s'amusait à faire voler ses maudelles réduits et... On s'entendait bien tous les deux. Oh, je suis sûre qu'il m'aimait. Ouais. Je te téléphone. Monsieur Hector est attendu au bestiaire. Larry nous a quittés au... ça fait bien six mois. J'ai dû appeler chez lui au moins une douzaine de fois, je tombais toujours sur son répondeur. Et puis un jour, plus rien. Et vous avez une idée où il a pu aller ? Je le soupçonne d'avoir trouvé de plus verres pâturages. Puis-je vous offrir un verre ? Oh, c'est-à-dire que... Oui, ça me ferait plaisir, mais... Non, non, je ne peux pas. Mais ce n'est que partie remise. Savez-vous d'où il venait ? Il faisait toujours référence à New York, mais à dire vrai, je n'ai jamais été vérifié. C'était un jeune homme qui avait de la prestance, peut-être un peu trop entreprenant avec les femmes du club, mais... Elles avaient l'air d'aimer ça. C'était un beau gars, il avait de l'allure. Et vous croyez que certains de vos employés savent où on peut le trouver ? Je pourrais mettre une annonce sur le tableau de mes employés, et si quelqu'un se présente, vous en serez la première informée. S'il vous plaît, monsieur. Merci. Peut-être que certains membres du club savent où on peut le trouver. Vous comprenez, je ne tiens pas à ce que les personnes qui viennent ici soient impliquées dans ce genre d'affaires. Non, naturellement. Bon, je vais vous laisser ma carte, et si vous avez une idée, passez-moi un coup de fil. Je serais ravie de venir prendre un verre. Eh, mademoiselle Stubbs. Jessie Lee. Oui ? C'est strictement confidentiel, je vous demanderai de ne dire à personne que je vous ai donné ce renseignement. Larry et une certaine madame Albie Ferguson formaient une sorte de couple. Ils lui donnaient quantité de cours de natation. Merci. Vous trouverez Albie Ferguson à Bel Air. Je vous remercie. Non, ne tirez pas, je vous jure que je ne vous suis pas. L'un des voisins de Brockman se souvient d'avoir vu le nom de ce club sur un des t-shirts de Gaines. Eh ben, Jessie Lee, je crois que je commence vraiment à vous plaire. Ça chauffe sérieusement entre nous. Pas vrai ? Ah ! Marc ! Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 3 миллионов долларов, ça m'a pris 4 jours, les 4 jours les plus difficiles de ma vie pour obtenir cet argent en petite coupure. Saloperie, saloperie de банк. Ils vous posent des questions comme si l'argent leur appartenait. Merci. Qu'est-ce que vous avez ? Il faut que je prenne une pilule pour le coeur. J'ai de l'arythmie cardiaque. Arrhythmie cardiaque. Oh, préserve-moi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Monsieur Ferguson. Monsieur Ferguson, ça vous ennuie qu'on discute pendant que vous faites ça ? Oui, ça m'ennuie. Et ça vous ennuie si je conduis ? Ah oui, je ne veux pas que vous conduisiez. Écoutez, si je suis venue aujourd'hui, c'est pour vous poser des questions sur Larry Gaines. D'accord, prenez le volant, moi je suis trop nerveux. Je voudrais qu'on parle de Larry Gaines. Il n'y avait absolument rien entre lui et ma femme. Non, mais ça, je n'en doute pas une seconde. Je lui ai trouvé un agent grâce à une de mes relations. Qui est cet agent ? Un type sans envergure. Allez, dépêchons-nous. Appelez ma secrétaire, elle vous guérera son nom. Entendu. C'est ici que vous devez rencontrer les ravisseurs ? Je vous paye pour rester en dehors de tout ça. Ouh, d'accord, d'accord, je ne m'en mêle pas. Allons-y. Je ne m'en mêle pas. Laissez les clés. Vous voulez que je laisse les clés ? Oui, laissez-les. Vous êtes sûr que vous voulez que je laisse les clés dans la voiture ? Mais oui, bon sang. Parfait. Je ne sais pas qui c'est, mais de là au moins je pourrais bien les voir. Vous avez une pièce ? Oui, ça suffira. Ils n'ont pas perdu de temps, ils sont déjà là. C'est ma petite chérie, c'est ma femme. C'est Rolimé ? Mais, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas. Oh, Rolimé ! Je suis là ! Je suis là ! Vous êtes sûre que c'est elle ? Oh, je connais ma femme. Oh, les mêles ! Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Ferguson ? Vous êtes d'accord pour qu'on appelle les flics ? Je lui laisse la voiture. Il va falloir appeler un taxi, mademoiselle Stops. Vous lui laissez les billets et la voiture ? Oui, c'est ma punition. Laissez-moi vous expliquer. Elle s'appelait Alice de Plattsburg, New York. Je lui ai fait un môme et je suis parti. C'est après que j'ai eu des remords. J'y pensais sans arrêt. Ça me dévrait. Je suis reparti pour Plattsburg, plus d'Alice. J'ai engagé un détective, mais sans succès. Je dois dire que j'ai porté ce fardeau comme on traîne un terrible boulet. Je suis condamné à le traîner, du reste. J'ai rencontré ma chère, Holly May, un jour au champ de course de Santa Anita. Elle était comme Alice. J'avoue que la ressemblance était étonnante. Alors je... Je suis allé droit vers elle, et puis je lui ai dit, je vous ai cherché durant toute ma vie. Et nous sommes mariés. Voilà mon histoire. Je ne veux pas faire de tort à Holly May, alors je suis prêt à la laisser partir. Vous voulez bien nous appeler un taxi, maintenant, mademoiselle Strauss. Je ne veux pas faire de la tentation, mais libérons de tout mal. Amén. 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 Oh oui, je sais que tu penses que c'était un mauvais garçon. C'était un mauvais garçon. C'était peut-être un mauvais garçon. Mais moi, je l'aimais. Je sais. Je ne peux pas rester avec toi. Tu peux venir chez moi ce soir. Je répondrai à tes questions. Amén. C'est un mauvais garçon. Signora. КОНЕЦ 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 99, Sunset Boulevard. Это последний адрес? Я не ошибаюсь, это единственное. Есть ли? Да, он больше не находится в этом месте. Спасибо. Вы знаете, где он пришел? Я думаю, что он сказал, что он учился в Нью-Йорк. Нью-Йорк... Ну, спасибо. Извините меня, мальчик. Я не знаю, нет. Я надеюсь, что вы найдете. Парек, это ты? Да. Я буду открывать. Гарри, это я. Я не знаю, что я хочу поговорить. Я не знаю. Здорово? Это Джесси. Да, ты знаешь? Хорошо? Да. Есть 5 трамважных школ в Украине. Нома Гейнс, Додсона и... Почему они работают? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Он должен выйти в вечер. Если вы хотите, мне ваш номер. Нет, я из Лос-Анджелес. Это не из Лос-Анджелеса. Я из Лос-Анджелеса. Я из Лос-Анджелеса. Спасибо. Монт-Колден, Калифорния. Я тебя. Да? Пайк, Гранада. Поехали? Что вы хотите? Не волнуйся. Это профессиональный. Хорошо. Я слушаю. Вы помните Гусс Донатто? Да? Он был Сегмундина. Он был вошел в голову. Я не могу. Я не могу. Я не знаю, когда вы получили бонет. О, извините. Итак... Итак? Егор Брокман был убит. Гус Донатто был убит. И его женщина был убит. Потому что они все знают что-то, и они не знают, что ваша клиентка, и вы тоже знаете. Вы тоже знаете. Вы ошибаетесь. Возьмите бонет. Вы не имеете в виду бонет. Вы не имеете в виду. Что? Это не важно. Я вам скажу. Она не важна. Она была первой категории. Она могла ему дать деньги, деньги, деньги и деньги. Но она никогда не волнует. Вы имеете в виду бонет. Вы имеете в виду бонет. Что? Вы думаете, что у меня было невероятно? Вы не понимаете, вы не понимаете, что у них нет. Вы не знаете ничего. Вы не понимаете, что у них нет. Вы не понимаете, что у них нет. Вы не понимаете, что у них нет. Не двигайся. Но у них нет. Представь меня... в котором вы заболела меня. Поехали. Я слушаю тебя. Ты понимаешь, что мы делаем мир как мужчина и женщина? Я понимаю. Ты думаешь? Я думаю. Я думаю. Здорово. Вы с ней? Нет. Ты своей мать? Да. Так ты меня знакома. Вы знаете, это очень много лет, в Лос-Анджелесе. Я все-таки здесь. Вы видели? Нет, никто не забывал. Я бы хотел спросить... Вы знаете, я знаю, вы знаете, я знаю, что вы журналисты. Возьмите вопросы на Лоранске. Если вы хотите идти в музыке, я думаю, что это будет более привлекательным. Вот, мадемуэзель. Возьмите. Возьмите. Вы не должны мне вопросы. Я знаю, все. Лоранске становилась церковь. Все эти церковицы делают... Я не знаю. Я не знаю, что вы не знаете. Я знаю, что вы. Хорошо, извините. Возьмите. Я не знаю, что вы. Возьмите. 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 Вы думаете... Существует... Я не знаю куда Ты мне привезла любовь Так днём, так редко Так редко Монтедитер Монтедитер aime énormément Эта шансон И где Ларри, сейчас? Он был вести репережь Внутри. Телефонный в студии, И вы скажете, вы можете уйти. Если вы... Монтедитер ждет эту шансон Я не знаю. Существует ли Ларри Когда вы найдете Да, я понял Монтедитер 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 Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Монтедитер 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 Привет. Монтедитер Они становились эшкиной Монтедитер 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 П全 страны Все страх facilities Монтедитер Монтедитер Для игроков commission М molto vなん Вот, М. Фергюсон, у меня плохая вещь. Вы исполнили ваша девушка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Allô ? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не забывайте это. Ты знаешь? Нет, я вижу, что мы пытались убить тебя. Но я не ошибаюсь, но я не ошибаюсь. Что случилось? Это не связано с тобой. Это не так. Ты что-то спрашиваешь. Хорошо, давай. Возьмите. 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 Диаил. Ты есть? Он у항 Ya такой свет. Субтитры сделал DimaTorzok Allo ? Qui est-ce ? Larry Gaines. J'ai appelé à votre bureau, on m'a donné ce numéro. Il paraît que vous me cherchez ? Ça oui, exactement. Demain, je dois m'absenter, mais si vous voulez me voir, on peut se retrouver devant le tribunal à 10h ce soir. J'attendrai jusqu'à 10h15. Si vous ne venez pas, vous serez obligés d'attendre mon retour. Voilà, c'est tout. Merci. Mais je... Mais si je m'attendais... Voture 22, j'appelle voiture 22, t'es là à Pâques. C'est un message d'une certaine Jessie Listemps. Elle m'a dit de te dire qu'elle avait rendez-vous avec Larry devant le tribunal à 10h ce soir. Laissez de la joindre, passe-la moi à Ville. Oui. Si tu cries, je te tue. Qu'est-ce que vous voulez ? Mets les mains derrière le dos. D'accord, qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes allé emmerder, ma pauvre vieille maman. Comment ça, votre mère ? Oh, c'est pas vrai. Larry. Larry Gaines. Écoutez, je suis vraiment désolée pour votre mère. Je vous assure, je voulais pas la déranger. J'ignorais qu'elle n'avait pas toutes ses facultés. Allez, ma mère n'est absolument pas cinglée, vous entendez ? J'ignorais qu'elle n'availle. Cathy, il s'est horsこれは, moi. La fantasy, terreur humano qui se sentait à la heftared. Ville, je tourne laКА, vous avez déjà pris un petit ticket maman. C'est fini ! Na etna, je suis... Субтитры делал DimaTorzok 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 Она хотела бы убить ее, и мы ее оставим. Она хорошая авокат, и она будет ответить на твою. Да, но Ferguson... Он не подтвердил твою историю, это проблема. Да, но мы будем видеть. Это не вопрос. Я не могу не ждать, чтобы вы мотивировали, чтобы вы говорили окинаппинге, потому что сейчас это будет мёртв, и это будет мне. Ли-Мэй не сделает больную мушку, вы не знаете меня. Я видел эту женщину, вы могли быть следователем. Ну вот, скажи, скажи. В приехать. Ли-Мэй, че-ли, ты дожди? Нет. Че-ли, на полисе здесь, и ты должен спросить какие-то вопросы. Ты в порядке, ты можешь ответить? Да, да, да. Попробуй. Идем. Продолжение следует... В общем, вы делаете самую историю. Другие люди уничтожают. Вы делаете обучение. И я выдаю жизнь. Я выдаю жизнь. И вы выдаю жизнь. Мадам Фергюсон, я инспектор Уильс. В последнее время, Мадам Стопс был в доме, в доме Илда Тодсон, и после того, что случилось? Я не знаю, что вы говорите. Это первый раз в моей жизни. Вы выдаёшься. Мадам Фергюсон, он сказал вам, что вы увидели три дня, что вы увидели ее в доме. Я никогда не уехал. Мадам Фергюсон, вы говорите, вы были там. В прошлый день, Мадам Стопс был в доме, что вы увидели ее в доме. Я не уверена, что вы увидели ее в доме. Фергюсон, почему он рассказывает мне все это? Что это значит? Я не помню. Вы понимаете? Ларри сказал мне, что мой папа был в доме, и он хотел меня видеть. Я помню. Мадам Фергюсон, что вы говорите, что вы говорите, что вы говорите. Что вы говорите? Я не помню ничего. Не помню. Вы умилили этот хорошее, что вы делаете. Почему вы меня зовут Ильдар? Я не помню Ильдар. Ильдар, это моя ма-серва. Фергюсон, я не помню. Я не помню, что я всегда был. Я называю Дороти. Я не знал, что ты не знал, что я назвал Доти Досон, что я сказала, донеский донесный паспорт, что я не помню. Я дам вам помню. Я дам вам помню. Вы ошиблись, мадемуцель Стопс. Вы ошиблись на все линии. О, дьяволуи, спасибо, господин. Это Ильдас? Я не думаю, что это была женщина, которая пытается убить меня. Думаю, Ильдас, Дороди, вы знаете Сертан Шаке? Нет, я не знаю, что он называется Шаке. Извините. Я думаю, что мы должны оставить М. и Мадам Ferguson. Я извиняюсь, что вы прошли, что вы прошли в последние годы. У нас есть еще вопросы, но мы ждем ваша женщина. Спасибо, М. и Бонне. А, Ферги. Если я понимаю, что женщина, это манам Ferguson. Мадемуся Старбс. Мадемуся. Вы думаете, что эта женщина, которая называется Ильдас, это моя девушка? Это моя девушка, М. и Мадам Ferguson. Я не хочу, чтобы он ему было плохо. Я не хочу, чтобы он был умер, чтобы она была хороша. Не знаю, что здесь? Я думаю, что у вас осталось еще раздражать. Продолжение следует... 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 Мы его называли Шаке, потому что его название было Шакуспир. Шакуспир? Да, как он говорит. Да. Я не знаю, что это может быть. Да. Ты знаешь, что я люблю тебя. Кто не знает, Гранада? Почему ты спросил это? Он сказал, что он хотел встретить его, чтобы ему сказать, что ты был авокат. Ты самый слабый, это человек. Да, это он сказал, но я не думаю, что он использовал его. Я гарантирую, что он не может быть. Ты можешь спокойно. Да, если ты говоришь. Что вы делаете? Надо говорить. Дождь, минуту. Что ты сказал? Ты сказал, что ты был там? Ты рассказывал ему тоже? Как это? Что ты говоришь? Ты сказал, мой деда. Нет, я не сказал ему, чтобы ему рассказать. Я думаю, что он очень хорошо. И я думаю, что это рецепрог. Джессили, я могу поговорить в минуту, пожалуйста. Это Ильдар. Удивительные экскурсионисты находились в районе Мелолланд Drive. В 7 часов вечера. Они сделали связи с выставкой с выставкой. И эта история, которая началась с любовью, имеет финансовый. Да, еще есть этот парень. Да, он зовут Шаке, и моя клиентка льда идёт. И вы хотите, чтобы мы начали? Да, я хочу. Хорошо, вы можете. Вы можете идти? Да, я поделюсь. Хорошо. Ну, а, у нас есть артистка. Он занимается бизнесом, порно и колл-голл. Ларри Гэнс, который был в своей группе, и может быть, Ильдас. Он называется Spear, как в Шекспире. Я думаю, что это человек. Спасибо, и мы будем его купить. Ты знаешь, что ты хочешь? Да, я не могу. О, ты! Здорово! Здорово, мадам Клайн. Вы говорили, что вы получили ее. Правда? Я думала, что я не думала, что она. Я видела, кто-то решает. Очень милый. Где она? А, л towels, лагент Ларри, и говорила. Он сказал, что она в Trying. Но почему она выдала Ларри? Мы обратились за лагентом. И она trasнуть, что она объясняла. И она увидела Ларри, и она стала то есть. Вовсе, которая смотрела на свет. Вы знаете, куда они были? Встреча с Гриффиас Парк. Она была в 20 минуте. Мадам Клайн, вы можете сделать этот номер. Вы demandаете лиспектур Уильс или гранадар. Лиспектур Гранадар. И не потеряйте время. Я надеюсь на вас. Верите. Мадемусель Баркер. Я не знаю, что вы помните. Я спираю. Я помню. Вы имеете в виду? Да, я помню. Лиспектур Гранадар. Лиспектур Гранадар. Вы можете увидеть? Да, конечно. Возьмите лиспектур. Лиспектур Гранадар. Тяжело! Взрывай! Взрывай! Она! Кажется! Взрывай! Взрывай! Он был умный, но он был убит, вы понимаете? Но он должен жить. Вот что мы будем делать. Вы будете пить утром и вы будете плавать. Возвращаемся к Ларри Гансу. Возвращаемся к Ларри Гансу. Возвращаемся к Ларри Гансу. Доброе утро! Bonjour, c'est Jessie. Vous connaissez la formule. Salut, c'est Pike. Tu es là? Bon, à plus tard. Je voulais te demander de m'excuser pour te dédainer. D'accord, je te pardonne. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, attends, attends. Il m'est arrivé quelque chose. Enfin, de tas de choses se sont passées. Tu sais, moi qui dis toujours, pense avec ta tête, pas de sentiments. Ne pense pas avec ton coeur. Tu n'as pas décidé de changer ma situation d'homme sans femme et sans enfants, je suppose? Non, je n'en sais rien. Alors, il n'y a rien de changé? Si, je regrette. J'espère que tu ne vas pas me dire que tu souhaites qu'on puisse rester bons amis, etc. Non, enfin, j'espère qu'on restera toujours de bons amis. Tu veux m'excuser une minute? Attends-moi là. Tu m'attends? Oui, oui, oui. Tu as eu mon message? Tu n'as rien à faire ici. J'ai quelque chose à te dire. Je n'ai pas envie de l'entendre. Pas maintenant. Jessie, tout va bien? Oui, oui, j'arrive. Une minute. Il va rester? Non. Et toi non plus, d'ailleurs. Écoute, je crois que je ne suis pas la personne que je pensais être. Il faut que je fasse du ménage et que je reparte à zéro. Tant mieux. Je veux faire partie de ta nouvelle vie. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai aucune idée de ce que je veux, à part... à part te dire, Pike, va-t'en s'il te plaît. Bon, d'accord. Alors... Salut. Chérie, Jessie, Jessie, tu veux dire que c'est sérieux? Non, enfin, je ne sais pas. Écoute, Jessie, j'ai... Je te téléphone demain. Je t'aime. Au fait, c'est le juge Perrine qui va instruire le procès de ton père. C'est chouette. Merci. Merci, c'est formidable. Non, écoute, je n'y suis pas pour rien. Je... Bonsoir. Bonsoir. Respire avait rêvé du crime parfait. Hilda, Larry et tous ceux qui lui avaient fait confiance étaient morts. Ella avait aimé Larry, mais elle avait su qu'il ne fallait pas lui faire confiance et elle avait survécu. Et moi, j'avais encore des décisions à prendre. Bonjour, c'est Jessie, vous connaissez la formule. Elle, c'est moi. Mais... Tu connais mes sentiments, alors? Si tu changes ta vie ou si tu veux simplement... Ben non, mais... Tiens sur le balcon. Oui. Encore une vie. Encore une vie. Encore une vie. Une vie. Encore une vie. Субтитры создавал DimaTorzok